Добрый вечер, джентльбеды. Я записываю это видео, оно станет первым в целой серии. Серию я планирую пока назвать реплеей седой старины. Это будет цикл выпусков, посвященных прекрасным играм, скажем так, отдаленного прошлого, Dawn of War Soulstorm, где вы сможете увидеть игроков, которые были для своего времени лучшими, и оценить их в самых напряженных или самых таких зрелищных противостояниях. Сегодня у нас нечто особенное, не случайно. Для первого раза я выбрал игру, которая вдохновила меня в свое время изучать Dawn of War Soulstorm и действительно много играть в него, пытаться разбираться в том, как же играется один на один, как играется нормальная дуэль в Dawn of War Soulstorm и, конечно, замотивировала меня становиться лучше. Эта игра произвела на меня настолько неизгладимое впечатление, вот тогда, 8 лет тому назад, хотя, может быть, даже чуть больше 8 лет тому назад, что действительно, действительно повлияло в дальнейшем на мое желание как-то в этой игре развиваться и что-то искать. Это игра между монстрами того времени. Руф Рамроуд против W.H. Принца. В общем, Принц против Рамроуда. Рамроуд играет на своем смурфе Уга-Буга-Килла, на котором он, собственно, играл даже чаще, чем на своем собственном настоящем имени. Он использовал, мне кажется, свой настоящий никнейм только для турниров и все. Итак, к игре. Естественно, это игра Орк против Эльдара. Две мои любимые расы во вселенной Вархаммер 40 тысяч сталкиваются, на такой площадке, как Шрайн оф Экселиан. Итак, это карта, которая, безусловно, не такая эльдарская, как Блад Ривер или Фата Морга, но все равно сложно сказать, что у Орка шансы такие же, как у Эльдара. Они несколько ниже здесь. Игра начинается. Смотреть мы будем, естественно, с Туманом Войны. И так будет правильно. Давайте уберем камеру. Мне кажется, она здесь будет все-таки лишней. И приступаем. Итак, Руф Рамроуд против Принца. Старт три слаги. Надо отметить, что для своего времени Рамроуд был достаточно оригинальным игроком. В свое время именно его наработки легли в основу того, что стало называться классическим стилем орков. Но здесь он еще играет не как представитель классического стиля, а как представитель старого стиля орков, доставшегося, так сказать, в наследство от Дарк Крузейда. Он играет в том же стиле, что Сантьяго, Мартефио и многие другие, хотя со своей спецификой. Обратите внимание на капордер. Он такой полуагрессивный. Сначала он капит две внешних точки, после этого пойдет, скорее всего, на дикапы к противнику. Баннер делается, судя по всему, не для четвертой пачки слаг, а для того, чтобы можно было реинфорсить эти три. Итак. Здесь у нас от Принца старт два дозорных рейнджеры. Кап, наверное, не лучший для этой карты, но давайте посмотрим, насколько он будет успешен против оппонента. Раскраска одна из самых шикарных для Эльдар, что я когда-либо видел. Просто потрясающе, но мы тут с вами не на раскраски посмотреть пришли. Итак, выходят рейнджеры. Задача рейнджеров защищать точки, что они с успехом и делают. Готовится Форсира. Это старт рейнджера и Форсира. Так, будет ли застроена точка? Да, пост накидывается в последний момент. Слаги ничего уже здесь не сдекапят, но они знают. Да, Рамролд знает, что тут будет капиться еще одна точка, и он идет мешать капу. Итак. Здесь тоже, естественно, он не сдекапит ничего, но он будет бить этих дозорных и готовиться к декапу. Но, естественно, получать лишний урон он не хочет, и делает лишний кружок, чтобы вернуться сюда на декап, для того, чтобы поменьше грести от рейнджеров. Мораль восстановилась, но, судя по всему, ненадолго. Вторая пачка слаг находится здесь. Она пошла не на Харрес, а на кап реликта, как видите. Ну, тут небольшой простой. Однако нет, все, накидывает он шаблоны. Сейчас будет трамролда декап. Выходит Форсира кидает майндвар на мека. Мек бежит мимо, хотя мог бы ей навалять. Сейчас пачка может подохнуть. Надо резать ее бунсингерами. Ильдару Орку надо быть очень осторожным. Но что он делает? Он стреляет меком в бунсингеров. Он хочет целенаправленно просто решить принца, возможности, что-либо строить. Форсира находится под фофом. Она бьет не в полную силу, и поэтому мек, конечно, может ей существенно навалять. Сейчас у них примерно поровну хп. Это плохо для Форсира. Она должна уходить. Кидается гайд на рейнджеров. Ошибка. Гайд на рейнджеров абсолютно не имеет никакого смысла, если они не дерутся в ближнем бою. Они как раз начинают драться в ближнем бою, потому что подбегают с лаги. Интересно получилось. Экономика 74 на 0 у Орка. 44, уже 50 на 10 у Ильдара. Естественно, Орк доминирует. Очень, очень агрессивная игра от Рамроуда. Идет преследование Форсиры. И если, если принц ее недоконтролит, то она может быть зажжена во мгновение ока. Так, мек уже чуть-чуть выхилился до зеленого состояния. Все точки Рамроудом захвачены. Захвачен один из спорных реликтов. Давайте посмотрим, что у принца. Принц только сейчас берет четвертую точку. При этом третья до конца не застроена, потому что рабов отстреливают меком. И еще раз, еще раз целенаправленно Рамроуд преследует рабов именно меком. Интересный выбор. Начинает капить внутреннюю точку своего оппонента. А Форсира пытается тут всех раскидывать. И на самом деле, по-хорошему, надо с лагами уходить. Но Рамроуд считает, что оказание психологического давления здесь будет важнее утилитарности. И поэтому, даже несмотря на то, что битва явно не в его пользу здесь, вражеский герой, он все равно остается и продолжает таким образом отвлекать принца. Уже начинается застройка точки. Вот-вот прибегут гречины. Мек принимает решение расковырять бесплатный шаблон ЛПшки. Но интересный выбор. Огромное-огромное давление Рамроуд оказывает психологически на своего оппонента. Не дает принцу опомниться. Здесь одна точка не застроена. Да тут и рабов, в принципе, нет. Я не вижу ни одного бонсингера, чтобы заказать застройку этой точки. Бегут гречины. И бегут гречины застраивать точку. Эльдар потихонечку копится. Он несет значительно меньшие потери по сравнению с орком. У него уже есть два отряда дозорных. Фарсира, рейнджеры, риперы. Делается второй отряд риперов. То есть, да, еще только пятая минута. А вот-вот у него будет, так сказать, полный фарш. Здесь нет пайлов ганс. И здесь нет генератора у орка. Поэтому, скажем так, это просто толпа. Это не технологические войска. Это толпа. Без грейдов. Чисто такие голозадые орки. И фарсира убивает, к сожалению, мека. Здесь орку нужно отступать немедленно. Он без брони. Фактически ничем не защищен. Бегмека нет. Урона врагу он не наносит. Но что делает Рамроуд? Он, похоже, заигрался. Он так поглощен стремлением психологически давить на своего оппонента. Пугать его, да. Что не отступает. И у него нет одна пачка слаг. Куда-то бегут шуты. Непонятно куда. Ближний бой. Смело. Штормбои живут просто на каких-то последних соплях. Здесь уже застроены точки Эльдара. Это, конечно, огромное психологическое преимущество. Но экономически плюс не такой большой. Потому что, как видите, у Принца стоят ЛП2. Экономика 62 на 10. Но не такая низкая. Если бы он еще точку застроил, было бы вообще прекрасно. Было бы целых 70. Здесь у нас отбегают шуты. Ну, потери колоссальные у Рамроуд. Он потерял Штормбойзов. Потерял два пака слаг. Потерял Мека. Вот вышел новый МЕК. Но экономика почти в два раза больше, чем у оппонента. Безусловно, оно того стоило. Хотя, более аккуратная игра могла бы быть более качественной. И что у нас здесь? Монстр Хит! Убийство Форсиры. Особо жестокий телепорт. Это крайне смелое движение от Рамроуда. Телепорт прямо на Форсиру с убийством. Очень красиво. Выходят шуты. Естественно, начинают резать тесаками бедных риберов. Но здесь Принц не уходит. Он понимает, что он получает меньше урона, чем противник. Но все-таки Биг Мек заставил его передумать и несколько перестроиться. Итак, пока по потерям у Эльдара только Форсира, у Орка уже потеряно довольно много. Биг Мек, пачка Штормов, две пачки Слак. Шутобои по-прежнему бегут в ближку. Странный выбор. Рейнджеры не вяжутся. Здесь опять же Орку надо уходить. Но Рамроуд не уходит. Он ставит Пайл оф Ган с подглавкой противника. Пайл оф Ган с подглавкой противника. Чтобы еще больше, больше унизить этих жалких Эльдарчиков в фиолетовых костюмах. Приходит вторая пачка Штормбоев. Продолжается развлечение. Я думаю, Принц вовсю должен был к этому моменту склониться над клавиатурой. Микрить. Минус пачка Штормов. Убегает Мек. Он очень серьезно получает урон. И, конечно, вот это Пайл оф Ган с, несмотря на все свое огромное пропагандистское значение, в утилитарности, безусловно, проигрывает. Ее легко можно снести, имея такую армию. Сразу заказана броня. 7 минут 51 секунда. Это очень поздняя броня. Но для Орка, который играет в старом стиле, это вполне нормально. Потому что основой являются не апгрейды. Основой является психологическое давление и слом игры оппоненту. Здесь можно отстрелить в Орлока. Но куда стреляет Пайл оф Ганс? Она стреляет в генератор. В генератор. Это, безусловно, ошибка. Еще один смелый телепорт. Еще один смелый прыжок. Что он делает? Он жертвует юнитами ради того, чтобы догрейдить броню. Но вопрос, насколько это было обосновано. Безусловно, Сантьяго и Мартефио не стали бы ради брони делать такое. Но у Рамроуда свой стиль. И я думаю, что в какой-то степени это было оправдано. Смотрим дальше. Что есть? Два пока штормов в очереди. Один готов. Достроились только одни штормы. И здесь есть шуты без бигшут. Мог заказать бигшуты, пока был пок, но теперь уже нет. Итак, у нас идет перепалка между игроками. Вам может показаться, что Рамроуд так же, как и нынешние орки, будет жаловаться на то, что Эльдары слишком сильные. Здесь, кстати, три рипера и рейнджеры. Чудовищный масс. Совершенно чудовищный. И, кстати, неоправданный. Учитывая то, что у Рамроуда, ну, несмотря на огромное психологическое давление на оппонента, войск-то было и немного, по сути. Но для чего Рамроуд использует, так сказать, перепалку в чате? Я думаю, не раскрывать вам все карты. Скоро вы поймете. Для чего действительно Рамроуду нужно было вступать с Эльдаром в непосредственное общение в этой игре. Итак, начинается расстрел ЛП-2. Возможно, ее зря здесь апгрейдил Рамроуд. Но у него уже есть три пачки штормов. Он может хотя бы всех риперов повязать. Однако тут есть еще рейнджеры. С рейнджерами что делать не вполне понятно. Новый Пайл оф Ганс не заказан. Есть два генератора, строятся третий. Экономика все равно лучше, чем у Эльдара. Хотя не намного. Эльдар заказывает Соу Шрайн. Это второй тир. Это доступ к оптике, доступ к орликинам. И совершенно иной уровень противостояния с орком. Поскольку свалки пушек Пайл оф Ганс нет у Рамроуда, он не может кидать гранаты в Эльдар. И у него нет ускорения. Он бегает за Эльдаром, оказывает безусловно на него психологическое давление. Но лишь психологическое урона он не наносит. Бигшут у него тоже нет. Поэтому пострелять на ходу по Эльдарам вряд ли выйдет. Но тем не менее он не отпускает оппонента. Он развлекает его. Он заставляет его постоянно как-то что-то делать со своей армией. И вот тут уже размашенный огромный пак дозорных из целых восьми товарищей. Здесь варлок есть. Три полных пачки рипов. Это многое. Действительно он заставил Эльдара сделать многое. Третий, третий уже по счету Бигмек выходит и начинает здесь лютовать. Прибежали шутаны. Но что они сделают? У них нет морали. Нет тяжелого оружия. У них ничего нет. Итак, Эльдар вышел во второй тир. Эльдар, несмотря на то, что орки без апгрейдов каких-либо, да, кроме брони. У них нет топора, у них нет ускорителей. Эльдар уже начинает какие-то потери нести. Потому что войск очень много. И они друг в друге запутываются. И объективно друг другу мешают. И поэтому, так сказать, ножка за ножку медленно ходят. И получают определенный урон от орка. В это самое время он по-прежнему охотится за Бонсингерами. Рамроуд не оставляет им никакого шанса нормально строить. И бедные девчонки в юбочках с дудочками погибают одна за другой ужасной смертью. Итак, ну, колоссальное количество ресурсов тратит Рамроуд на реинфорс вот этих отрядов штормов. Не будем это забывать. Выходит, орликин надо срочно, срочно отсюда убираться вон. Понимает ли это Рамроуд? Мы не можем точно знать. Он хочет убить Бонсингеров и отменить тех на портал. У ускорителей, догрейженные для штормов, слишком поздно. Но, по крайней мере, они есть. Немедленно включаются ускорители. Да, риперы получают определенный урон. Но, конечно, здесь и орк терпит колоссально от рейнджеров, от дозорных, от улучшенных постов. Видите, недоконтраливает, недоконтраливает принц. Безусловно, 12 минут постоянного давления уже сказались. Но Эльдаря, ему тяжело контролить, мы это видим. Орка экономика 116. Очень хорошая для человека, который с баннером начинал, а не с геном, как играет большинство нынешних орков. Три пака штормов по-прежнему живы. Но, конечно, экономика Рамроуда истекает кровью для того, чтобы восполнить потери. Где Биг Мек? Он ушел на 74 хитпоинтах. Но, к сожалению, третий Мек тоже погибает от рейнджеров. Какое несчастье. Экономика Эльдара 80 на 30. Этого вполне достаточно, учитывая то, что он не несет потери. Обратите внимание, что принц не строит турели и мины, как, безусловно, стал бы делать любой из нынешних Эльдар. Довольно забавный момент. Но мне больше интересует то, что вышел Вайпер. Да, и, конечно, эти шуты, дерущиеся с дозорными и убивающие их достаточно жестоко, не так интересны, как то, что сейчас. Благодаря Вайперу у Принципла появляется реальный шанс уже перенести бой на территорию противника и разрушить для Рамроуда что-нибудь важное. Итак, давайте посмотрим, какие потери у Орка. Погиб третий Мек. Большие потери у Штормов, но все три пака живы. Жива пачка шутов. По апгрейдам здесь топор-ускорители. А Бластира нет. Но зачем Бластира, если тут одна Биг Шута. Итак, неудачный момент, конечно, для Орка. Вайпер прекрасно раскинул и благодаря этому Принцу удалось нанести Рамроуду колоссальные потери. Но что есть у Рамроуда? У него все еще есть войска, чтобы, по крайней мере, Эльдара обездвижить и не дать стрелять в себя. И, наконец, у него есть хоть какие-то посредственные, но стрелки. У него есть экономика. В отличие от Эльдара, у которого с экономикой все, ну, далеко не так здорово. Вот остатки Эльдар. Ну, скажем так, не сильно, не сильно пострадал Принц. Но, видите, он парализован. Почему? Почему игрок вот так вот стоит и не идет в атаку на Орк? А я вам подскажу, почему. Потому что вот 13 минут пушили. Любой человек имеет склонность уставать. Тем более, не забываем, игра была сыграна вот эта в 2010 году. Когда у игроков, скажем, было, ну, далеко не такое глубокое понимание Сул Сторма, как сейчас. Далеко не такие навыки. Погибает Вайпер. К сожалению, бустов здесь вовремя Принц не заметил. И опять идет налет от Рамроуда. Три Шторма. Замечательно. Заходят во фланг, ломают ЛП-2 и улетают. Потери как раз Орк понес сейчас самые минимальные. Отлично развел. То есть, минус Вайпер, минус ЛП-2. Отлично. Эльдар начинает потихоньку тратить ресурсы. Он копит армию. Копит, копит, копит. Вот уже появляются пауки. И, ну, армия Принца просто чудовищно по сильней размерам. Что может противопоставить ей Рамроуд? Он заказывает Бластир на свою единственную пачку шутов, чтобы наносить хоть какой-то урон. Экономика 140. Это хорошо. Он делает машиней. Но прирост по энергии всего 30. Этого мало. Здесь не надо сражаться. Здесь крайне невыгодно принимать бой, потому что он получает больше урона, чем наносит сам. Однако Рамроуд хочет, хочет постоянно оказывать давление на оппонента. Минус одна пачка штормов, минус вторая пачка штормов, минус третья пачка штормов. И, кажется, погибают шутобои. У орка осталась только пачка бустов. Начинается перепалка между Принцем и Рамроудом. Как вы думаете, кому выгодна перепалка в такой ситуации? Смотрите на цифры в этом углу экрана. И на цифры в этом углу экрана. Как понимаете, общение выгодно той стороне, которой цифры здесь больше. В чем отличие старых орков от нынешних орков? То, что некоторые нынешние орки склонны всерьез жаловаться и ныть. А для орков старых это был лишь инструмент достижения своих целей. Ну, баньши здесь, конечно же, были бы абсолютно бесполезны. И так колоссальное количество войск имел Эльдар. Если бы за орками бегали баньши, ну, не думаю, что что-то бы сильно изменилось в пользу Эльдара. И позволило бы ему орка законтрить. Здесь нужны были мины и турели по-хорошему. Вместо третьего рипера. Третий рипер был лишний. Но, как видите, и тремя риперами можно сыграть. И так, перепалка закончена. И внезапно у Рамроута есть две труки и две пачки на бофф. Две труки и две пачки на бофф. Вот и вступай с орками в дискуссию после такого. Настоящий орк использует все в свою пользу. То есть, да, минус пачка до 40, как восхитительно. Перепалка, да, рассуждение о балансе. Все, что угодно для того, чтобы оказывать на противника постоянное морально-психологическое давление, выводить его из строя. И так, фаер-драгоны полностью нейтрализованы Биг Меком. Три пачки риперов убегают от двух пачек нобов. Пауки не знают, что им делать. Уже целых три труки. И, безусловно, Эльдару крайне непросто это отбивать. Тем временем, Рамроут построил уже шесть генов. Шесть полных генов? Прекрасно! У него есть экономика, у него есть армия. Вы можете представить себе, что Орк выкарабкался из той ситуации, в которой он был после того, как на центре потерял абсолютно всю свою армию? Всю! Но, тем не менее, он выжил. И сейчас его экономика сравнима с экономикой Эльдара. И армия все-таки существует. Выходит, Лорд... Лорда, конечно, сконтрить будет непросто, но здесь есть и бусты, где они... К сожалению, они застряли, разбирая ЛП-шку. Сейчас начнутся проблемы у Орка. Да, безусловно, проблемы начнутся. Мех вступает в противоборство с Лордом. К сожалению, он не может уже вязать Файр Драгонов, и они начинают ломать руки. Увы, Лафа для Рамроуда закончилась. Количество войск Уильдара поражает воображение. Здесь, между прочим, принц вышел в Т3 и делает улучшение на Экзархов-пауков. Два отряда, два отряда Файр Драгонов для того, чтобы сконтрить две бедных труки. 118 на 60. Снова экономика Рамроуда превышает экономику принца. Четвертый мег уходит на 75 хитпоинтах. Просто невероятно. Опять он убивает Бонсингеров. Он, по-моему, принципиально ненавидит этих девчонок с дудкой. И, ну, к счастью, Рамроуд решает отступить. Хотя, что делают эти нобы? Они не отступают, они умирают, бегут. Да, это, похоже, культ героической смерти клана Гоффов. Напрасно, напрасно. Вот эту пачку тоже можно было спасти, если бы он контролил чуть лучше. О, минус Рейнджеры. Как вам это нравится, да? Как вам это нравится? То есть, Эльдар уже потерял почти целую пачку Файр Драгонов. Форсиру, Рейнджеров, своих каперов, Вайпер. Ну, то есть, нельзя сказать, что он в сухую уделывает орка. Выходит Баночка! Баночка, но, к сожалению, в одиночку, да, против двух лордов, да, против ФД, еще Минки, в него кинули Пауки Банка, тут не сдюжит. Даже если бы ее ремонтировали, она бы не сдюжила. Увы, Келокан падает, умирая смертью храбрых. Эльдара все больше и больше, орков все меньше и меньше. Несмотря на то, что, безусловно, принц парализован. Парализован активностью, агрессивностью орка. Тем, как он навязывает ему свой стиль игры. Тем, как он его напрягает и заставляет уходить в глухую, тотальную оборону. Итак, здесь продолжают бесчинствовать бусты. Они сломали одного лорда, сейчас сломают следующего. У Эльдара огромная армия, она не может наступать. Хотя, почему? Он бы мог попытаться. Тем временем, Рамроуд заказал Т3. Выводит вторую пачку нобов вместо убитой. У него есть три труки. У него есть тот самый четвертый счастливый мег. У него 150 хп. Он гоняет две пачки фаер-драгонов в одиночку. Героический мег. Так, он телепортировался. Прекрасно. Неплохо бы еще починить, наверное, свои замечательные средства передвижения. Но, вероятно, у Рамроуда другие планы. Нет времени чиниться, когда нужно постоянно напрягать Эльдара. Экономика у Эльдара опять же стремится к тому, чтобы выровняться с экономикой Орка. Но Принц, к сожалению, ушел в глубочайшую оборону. 21 минута прошла. И всю 21 минуту он под колоссальным давлением. Видно, что игрок просто уже, ну, не выдерживает продолжать в таком темпе бой. Здесь, наверное, разумнее было бы прервать дикап, но Рамроуд уже не может остановиться. А где же Всевидящий Совет? Он на центре капит точку. Ну, наверное, не лучший способ его применения. Доделывается Т3 оптика, и, наконец, Эльдар предпринимает налом. Несколько запоздалый, потому что Орк уже вышел в Т3, но лучше поздно, чем никогда. Доделывается первая дакка, но она, похоже, не сделается. У Фаер Драгонов слишком большой урон с Т3 оптикой. Вышла файта бомба, готовятся Труки, готовятся две пачки Нобов. И... Контр-атака от Орка! К сожалению, Нобы без Сока, без Мэтт Доков, но удачный врыв управляемой бомбы дает им некоторое время. Минус пачка Нобов. Не вяжутся, не вяжутся ФД. Минус Трука, минус вторая Трука. Гетцы настреливают, но Доков нет. Где же Доки? А, вот они где. Плохая точка сбора. Еще одна управляемая грот-бомба. Удар! У Эльдара 109 на 47 экономика. Заказано Т3 броня. Все равно, все равно он не может играть достаточно агрессивно. Не сделано до сих пор копье. Погибают густы. Теперь никакого антитеха у Орков нет. Но, собственно, тут и техники тоже нет. Продолжается насилие грот-бомбами. Чудовищно, просто чудовищно разбрасывает файта бомба. И наносит урон, не забываем. Мэтт Доки все-таки решили поучаствовать в этом безобразии. Но, к сожалению, точки у Рамроуда начинают желтеть. И, покуда они желтеют, естественно, уменьшается его количество влияния. И здесь он потерял большую часть баннеров и генераторов, что, безусловно, тоже серьезно-серьезно на нем сказалось. Можете считать это юмором от Рамроуда. Пишет, благо экономика неплохая у меня. Ну, смотря с чем сравнить. У Ильдара уже лучше. И только сейчас дадим он мистицизм. Здесь надо отступать. Сможет ли Рамроуд отступить вовремя? Нет. Он отступает не вовремя, слишком поздно. Потерянные драгоценные секунды ставится бомба! Бомба! Раз, два, три! Сломали. Даже под Фофом риперы умудрились сломать бомбу. Вот ведь безобразники. Выходит варбос. Варбос, конечно, пафосин и могуч, но здесь уже практически уничтожена пачка гетцов. Да, она погибает. И я боюсь, для орка это конец. Боюсь, что все. Но Рамроуд все же не сдается до тех пор, пока у него есть хоть какие-то юниты, хоть какие-то возможности. заказан Т4 у Эльдара, у орка, к сожалению, лишь пачка гетцов и варбос остались. Ну, видно, что Рамроуд, пожалуй, признал поражение, раз уж не контролит свою файта бомбу. Вот такая вот получилась игра. 25 с лишним минут отчаянного месива. 25 с лишним минут. Ну вот, последний уже бонзай мув от гетцов. Естественно, они развариваются от этой оптики. Здесь уже ничего не сделать. Увы. И варбос падает смертью храбрых. Вот так. Вот такая замечательная игра. Почему я выбрал именно ее? Ну, во-первых, это одна из лучших игр Рамроуда, несмотря на то, что здесь он в конечном итоге проигрывает. Во-вторых, игра показывает, во-первых, один из самых динамичных матчапов, да, причем, когда орк играет так агрессивно, то смотреть на противостояние с Эльдаром еще становится более интересно. Но, кроме того, важно заметить то, что здесь, несмотря на некоторую разницу в уровне игроков, да, кем был для своего времени принц, но, ну, он был джихамой своего времени. Если вы современный игрок в Soulstorm, вам так будет понятнее. То есть, был таким крепким игроком из категории Pro, который все же звезд с неба не хватал и вряд ли был фаворитом на каком-то из турниров. Однако, мог дать отпор, я думаю, каждому. И вот, естественно, для того, чтобы такого игрока держать в постоянном напряжении, чтобы он сидел на базе и не казал оттуда носа, необходимо было играть крайне агрессивно. Здесь, я считаю, Рамроуд сыграл великолепно, несмотря на массу допущенных ошибок, да, потому что, ну, ну, где вы еще такое увидите? Пайл оф ганс под главкой противника. Старт через баннер ради того, чтобы реинфорсить слаг. Это просто превосходно. Но, конечно, можно было сыграть лучше. Если бы Рамроуд играл в наши дни, наверное, он бы раньше отступал, да, он бы не позволял своим войскам нести такие колоссальные потери. Но понятен основной смысл, основной посыл. Посыл заключается в том, чтобы противник всегда находился в напряжении, чтобы он трясся от страха, ожидая урочих парней с их могучими чопами, чтобы его маленькие дарские ножки семенили от страха быстрее, чтобы он отступался, путался и ошибался. Что мы и видели, оппонент немало ошибался и играл достаточно пассивно. Безусловно, в этом заслуга Орка. Ну что ж, на этом мы первый выпуск заканчиваем. Я очень надеюсь, что игра вам понравилась. Пишите свои комментарии, ставьте что-нибудь позитивное под моим видео, ну, например, лайк, почему нет. Ну и заодно можете писать, что вам будет интересно дальше увидеть и услышать. Каких игроков, какие расы вы бы хотели посмотреть, хотя у меня, конечно, есть и свои идеи, что бы я хотел вам показать. Ну, я думаю, пока на этом все. С вами был Убивака. Оставайтесь на связи.